А пока дорожники готовятся к зиме, коммунальщики занимаются осенними подсчетами, которые не радуют жильцов. Перерасчет за отопление шокировал мурманчан. Некоторые жильцы получили счета за тепло в три раза превышающие ежемесячный платеж. В чем причина и есть ли в этом вина коммунальщиков, выясняла Ирина Ремезова. Жильцы дома на улице Убаумана 47 получили квитанции за коммунальные услуги, электричество, капитальный ремонт и воду точно в срок. С одним лишь исключением от пятизначной суммы счета за отопление волосы у граждан встали дыбом. Такого перерасчета со знаком «плюс» никто из них не ожидал. В то же время в соседнем доме счета не сильно-то и увеличились по сравнению с прошлым месяцем. Пришло за отопление, платили 3,195, пришло за отопление 17,335. Причем идентичная квартира по Баумана 43, корпус 2, составляет 5 с лишним тысяч. Почему у нас подняли вообще в три раза? За должности, за коммунальные услуги у большинства жильцов нет. Они платят в срок. Теперь же придется искать средства в семейном бюджете, чтобы погасить и такую непосильную для многих сумму. Если наши дома топят, может быть, каким-то золотым топливом или, может, там, ценные породы дерева, зачем? Если все остальные топятся как-то, мы, наверное, так же. Если или счетчики такие вы поставили, так снимите их тогда, эти счетчики, потому что мы не в состоянии платить деньги. Мне лишь что, продавать почку или идти грабить? Уведомления о перерасчете жильцы не получали. Для всех без исключения огромный счет стал неприятным сюрпризом. Да все звонят в управляющую компанию, не дозвониться. Люди ходят на прием, им говорят, вам придется платить. Специалисты госжилинспекции в курсе сложившейся ситуации. Объясняют это тем, что произошел перерасчет за прошлую зиму. Ведь отопительный сезон продлился дольше на целый месяц. Ко всему прочему, на Баумана 47 установили общедомовый счетчик, который показывает фактическое количество потребляемой теплоэнергии в доме. Это объясняет расхождение со счетами по другим адресам. Если, например, низкий норматив по дому, дом потребляет достаточно большое количество тепла. И, соответственно, перерасчет между тем, что жителям выставили по нормативу, и, например, первый год работы прибора учета фактическим потреблением дома, и производится в форме такого перерасчета за год. Проще говоря, ежемесячная плата за отопление, которую жильцы вносят 12 раз в год, усредненные показатели, рассчитанные по предыдущим отопительному сезону. Но фактическую разницу по счетчику все же нужно покрывать. Вот для этого и происходят такие перерасчеты. Жильцы потребили больше теплоэнергии, чем предусматривалось ранее, поэтому и доплатить придется круглую сумму. Применительно к этой ситуации, да, перерасчет есть и в положительную сторону. Соответственно, у людей возникают вопросы. Мы готовы вместе с управляющей компанией, с расчетным центром отвечать на вопросы населения. В квитанции будет размещена дополнительная информация о возможности погасить сумму по частям. Энергетики также приняли решение не начислять по этим квитанциям пени. Но на этом неприятные сюрпризы для жителей Мурманска не заканчиваются. С сентября ресурсно-оснабжающие организации снова повысят плату за отопление. Горожанам остается уповать только на теплую погоду.